Как выйти из сложнейшей и опаснейшей жизненной ситуации в теории и на практике? В начале недели на Рубском озере проходит семинар-практикум «Вектор спасения». Участники – представители вузов региона. Всего 9 команд. Для них организаторы подготовили более 20 испытаний на навыки, умения, скорость, реакцию, знания. На наших глазах учебная задача превращается в реальную. То есть ребята-поисковики, которые ставят этап поиска в лесу, они получили информацию о том, что в данном районе пропал мужчина 55 лет. И имеющийся здесь в наличии беспилотный аппарат вместе с ребятами-поисковиками, сейчас занимаются поиском. Спасению в лесном массиве уделен целый блок. Для мастер-класса пригласили волонтеров-кинологов. На поиске в Чищобе собака – самый верный помощник. Особенно такая, как Баро. Он, напарник Людмилы, уже 8 лет неоднократно демонстрировал свои навыки компаньона при поиске потеряшек. Обнаружив в лесу человека, пес громко лает, и на его голос выходят спасатели. Если этот человек действительно пострадавший, собака его обозначает облаиванием. При этом пострадавший должен сидеть или лежать, может находиться на дереве или быть завален, например, в буреломе или под обломками, то есть его может не видно. Если человек стоит или ходит, он собакой не считается пострадавшим, то есть она должна пробежать мимо него. Уровень подготовки у команд различный. Для кого-то нормативы – дело плевое, для кого-то – совершенно невыполнимый показатель. За каждое нарушение – штрафные баллы. Эти девушки с испытанием на скорость справились на отлично. Боевку надели за 20 секунд. Это время – норматив для профессионального спасателя. По охране труда лямки штанов одеваются обе на плечи, все тренчики на куртке боеводежды застегиваются, и также на каске подборочный ремень также застегиваются в обязательном порядке. Легенды всех испытаний основаны на реальных событиях. На воде командам предстоит добраться на лодке до буйка, спасти условно пострадавшего за минимальное время, а после оказать ему первую помощь. Манекен по имени Андрюша от студентов вытерпел многое. Чаще всего ему ломают ребра с сильными нажатиями на грудную клетку. В этот раз повезло – условно утонувшего удалось откачать. Чисто практика. Один раз попробовал, может быть, несколько раз. Самое главное – научиться определить, какое нажатие, сколько нужно силы вложить. Конечно, на людях немножко по-другому будет. Я думаю, если что, как-то сориентируешься. Команда политеха в фаворитах. Даже с самым сложным заданием. Там, где необходимы альпинистские навыки, справляются на отлично. ТЭП задает капитан команды «Виктор». В будущем он планирует работать по профессии – специалистом по пожарной безопасности. В будущем хочу работать спасателем, потому что это очень важно. От тебя будет зависеть чья-то жизнь. Конечно, в этом состязании есть первые и аутсайдеры. Но проигравших нет. Ведь все участники получают полезные знания и умения. Навыки спасения. Узнав их однажды, не забудешь уже никогда. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Тейковский район.